В вашем заведении может быть несколько разных меню – основное, сезонное, праздничное и другие. Одно и то же блюдо может входить в разное меню и продаваться по разной цене. Чтобы блюдо было доступно для продажи, его недостаточно просто разместить в каталоге. Также его нужно добавить в меню. В этом видео расскажем, как его создать. Заходим в каталог, открываем список всех меню, нажимаем «плюс» и создаем новое меню. Вводим название и выбираем заведения, в которых оно будет использоваться. Если меню будет доступно только в определенные часы, например, утром, задаем период действия. Тогда сотрудники не продадут позицию, которая сейчас недоступна. Если этого не сделать, меню будет доступно в любое время. Теперь в меню добавляем позиции. Для этого создаем разделы. В каждом из них будут блюда определенной категории. Обратите внимание, что добавлять позиции в корневую папку меню не рекомендуется, так как в этом случае они будут автоматически перемещены в папку «Прочее». Создадим, например, раздел «Напитки». Добавляем в него позиции из каталога и указываем цены. Чтобы скрыть блюдо для онлайн-заказа в виджете бронирования столов или виджете доставки, нажмите эту кнопку. Чтобы вернуть его на публикацию, нажмите ее еще раз. В окне заказа видны только первые пять блюд из раздела, остальные – списком. Чтобы изменить порядок, воспользуйтесь стрелками вверх и вниз. Или просто перетащите блюдо на новое место. Также блюдо можно перенести в другой раздел. Нажимаем кнопку «Перенести» и выбираем новый раздел. А через меню дополнительных операций можно перенести сразу несколько позиций. Чтобы удалить блюдо из меню, нажимаем здесь. Готово! Меню создано и отредактировано. Если вы продаете одно и то же блюдо или напиток разными упаковками, добавьте их в меню. Например, продаете пиво бокалами по 0,3 литра и литровыми бутылками. Теперь вы можете продавать одно и то же блюдо разными упаковками. Если у вас возникнет необходимость изменить цены сразу нескольких позиций, можно сделать пересчет. Открываем панель массовых операций, выбираем позиции и нажимаем «Пересчитать цены». Например, повысим их на 10%. Что делать, если меню потеряло актуальность? Например, закончилось сезонное предложение. Его можно удалить. Оно перейдет в режим «Не используется» и не будет отображаться в окне заказа. Восстановить его можно через личный кабинет СБИС. Заходим в раздел «Каталог и цены» на вкладку «Цены». Открываем фильтр и отбираем все меню. Удаленные обозначены серым цветом. Заходим в меню, которое нужно вернуть, и сверху нажимаем «Восстановить». Сохраняем. Теперь меню снова в работе.